Многие из вас, которые поддержали Перевод книги Филиппа Малакиса Знают уже его имя Филипп приехал сюда со своей женой Джорджи У них семеро детей, они живут в Бостоне Так что они тоже приехали издалека Как и я И ощущают сейчас это, как и я Филипп получил докторскую степень в университете Пердю Он написал докторскую работу на тему семейной жизни Теперь у нас будет три доклада За этим последует Презентация перевода книги Филиппа Малакиса Я советую вам принять участие в этой презентации Пожалуйста, Филипп Малакис Уважаемые преподаватели Представители духовенства Я рад перед вами здесь присутствовать Я понимаю, мое тело чувствует, что сейчас раннее утро Но я все равно рад, что я здесь Спасибо большое организаторам, что организовали Организовали это все У меня действительно докторская степень И я из семинария Святого Креста Но сегодня я хотел бы рассказать вам просто историю Как-то раз я видел, как мой сын, которому 10 лет Подошел на кухне к шкафу, чтобы съесть маффин, который он себе спрятал Это был последний маффин, то есть пирожок маленький Он ждал, пока мама уберется на кухне, чтобы он мог съесть этот маффин И его старший брат, Маркос, которому 12 лет, увидел, что у Джорджа этот последний маффин в руке И подбежал так быстро, как мог К Джорджу схватил у него этот маффин И, запихивая маффин в рот, убежал Нам бы хотелось, чтобы у Джорджа был спокойный, разумный ответ И он сказал бы что-то доброе, что-то вроде «Хорошо, мой дорогой брат, ты так хочешь этот маффин, и я люблю тебя, как своего брата, и я знаю, что лучше отдавать, чем получать, ты можешь забрать мой маффин» Конечно, Джордж 10, и его брат только что украл у него маффин, и он не сказал этих слов Что же он сделал? Тут же он начал кричать так громко, как только мог «Ты украл мой маффин!» И побежал за Маркосом, который выбежал за дверь Маркос, который понял, что Джордж догонит его, бросил маффин на тротуар и побежал по улице Джордж поднял этот наполовину съеденный маффин и закричал «Он украл мой маффин!» Конечно, он все равно съел этот маффин, который был на земле, но он был расстроен «Он забрал мой маффин!» Говорил Джордж «Как родитель, видя, что такое происходит, что вы делаете?» Мы хотели бы, чтобы у нас был спокойный, разумный ответ на это, но это сложно Что мы в первую очередь хотим сделать? Мы начинаем кричать И что же мы кричим? Маркос, вернись! Как ты мог так сделать? И может его вообще отшлепать за такое? И почему мы так реагируем? Это потому, что мы на секундочку задумываемся и приходим к выводу, что лучший ответ был бы «Накричать на Маркос?» Нет, мы так реагируем, потому что мы не думаем Мы реагируем, потому что мы расстраиваемся, когда такое происходит Происходит у меня дома Постоянно Мы расстраиваемся, выходим из равновесия Мы сбиты с толку, злимся и теряем самообладание Как мой ребенок может себя так вести? Схватил и убежал Так нельзя поступать У меня нет сейчас на это времени Какой же это эгоистичный, жадный ребенок? И мы сразу начинаем думать, как наказать Маркоса, чтобы он больше никогда так не поступал Он не может так поступать Или может? Мы так реагируем, потому что, как родители, чувствуем, что наш долг пресечь плохое поведение Когда мы видим, что наши дети совершают ошибки и теряют самообладание, мы чувствуем, что это плохо и это надо исправить Но правда состоит в том, что дети ошибаются Теряют самообладание, неправильно поступают и грешат На самом деле, даже будучи взрослыми, мы ошибаемся, теряем самообладание, неправильно поступаем и грешим Должны ли мы сделать что-то, чтобы Маркос больше никогда не забирал у Джорджа Маффин? Это вообще возможно? Есть ли что-то такое, что я мог бы сделать, чтобы Маркос ничего не забирал у Джорджа? Или чтобы Джордж никогда не мешал Маркосу? Или чтобы мои дети никогда не спорили и не дрались? Это невозможно И если мы думаем именно об этом, когда наши дети плохо себя ведут Мы обязательно отреагируем, потому что внутренне наши эмоции смешиваются Мы чувствуем напряжение, будто бы в сердце полыхает пламя И это пламя разрастается очень быстро И мы чувствуем, что мы загнаны в угол, что все безнадежно И в итоге мы теряем спокойствие и самообладание И реагируем И как, скажите, потеря нами самообладания может помочь нашим детям? И чему наша потеря самообладания учит наших детей? Потеря самообладания поможет Маркосу научиться тому, как себя контролировать? Скорее, это научит его нас бояться Научит тому, что он плохой И что взрослым разрешено терять самообладание Чему мы хотим, чтобы наши дети научились? Воспитание — это нечто большее, чем пресечение плохого поведения Здесь и сейчас Мы хотим, чтобы Маркос научился, как бороться с искушением взять что-либо Неважно, как сильно он этого хочет Мы хотим, чтобы он научился самообладанию Мы хотим научить детей, как быть добрыми друг к другу Как делиться, как быть щедрым Как быть терпеливым Ответная реакция на эту ситуацию не научит их самообладание Я хочу, чтобы мой сын не только научился не отнимать еду у своего брата Я хочу, чтобы мои дети, когда они пойдут учиться в университет Или будут самостоятельно, знали, что правильно, а что неправильно И были способны выбрать, что правильно, когда их искушают желания Я хочу, чтобы мои дети, к тому времени, как они поженятся или выйдут замуж Они умели контролировать свои порывы и реакции Чтобы у них сложились любящие отношения Каким же мужем будет мой сын, если он так и не научится контролировать свои порывы и желания И какой же женой будет моя дочь, если она не научилась Терпению, доброте и самообладание Мы хотим, чтобы наши дети получили дары Святого Духа Послание к Галатам Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание На таковых нет закона Мы хотим вырасти детей, которые знают, как жить в мире в соответствии с путями Господними Ценностями и добродетелями Божьими Наша цель, чтобы дети усвоили эти ценности и добродетели Научились смирению, примирению, терпению, долготерпению, вере Чтобы когда они уехали учиться в университете или вышли замуж, они жили в соответствии с этими ценностями И не потому, что мы на них смотрим или потому, что мы так говорим А потому, что они внутри, глубоко в своем сердце верят в эти вещи Воспитание — это не просто обучение детей тому, как вести себя и как обращаться с другими людьми Мы хотим, чтобы к тому времени, как они покинут наш дом, как взрослые Чтобы они поняли, кто они и кем они хотят быть И дети, чтобы они чувствовали внутри, что мы их любим, что Бог их любит И они готовы возвращать эту любовь Наша цель — помочь детям видеть себя и других, как детей Божьих Если с самого начала мы учим их истинной мудрости, их богатство и славу будет не сравнить ни с какими сокровищами Сказал святой Иоанн Златоуст Как мы их учим? На жизнь детей влияет больше всего то, что исходит от родителей дома Родители должны посвятить себя любви к Богу Они должны стать святыми в своем отношении к детям И радость, которую они получат от этого, святость, которая придет к ним, распространит благость на их детей Сказал старец Порфирий Единственный мощнейший инструмент воспитания — это то, как мы живем Сами Дети больше всего учатся, перенимая модели поведения своих родителей Дети так устроены, они повторяют, что мы говорим, как мы поступаем Как мы обращаемся с другими людьми, что мы ценим, что считаем важным, как мы живем и даже во что мы верим Когда у нас хорошие отношения с детьми, они обычно перенимают наши ценности и убеждения, наши добродетели и страсти Отчасти это генетическое, и отчасти они это делают просто смотря на нас Сколько раз такое бывало, что в момент напряжения или злости вы вдруг понимаете, что вы говорите своим детям именно те вещи, которые вам, ваши родители, говорили Несмотря на то, что вы обещали себе, что вы никогда такого своим детям не скажете Как сказал Роберт Фулган, не беспокойтесь, если дети никогда не слушаются вас, беспокойтесь, что они на вас постоянно смотрят Это либо хорошие, либо плохие новости для родителей Дети могут сказать, что важно в жизни, исходя из того, что их родители считают важным Они определяют, что правильно, больше потому, как мы ведем себя дома, нежели потому, как мы ведем себя на публике Если мы хотим, чтобы наши дети усвоили ценности и добродетели Царства Божьего Мы хотим, чтобы они видели эти ценности и добродетели в своих родителях Если мы кричим ребенку, будь терпеливым или критикуем его, говоря «ты злой», мы не учим его терпению и доброте Мы учим его злости Мы не должны заставлять детей правильно поступать, когда у них появляется искушение Мы должны это делать в отношении себя, и тогда они сделают так же, как мы делаем Когда мы учим своих детей терпению, благости, кротости, самообладанию Именно в тот момент, когда ребенок видит маффин своего брата и очень-очень хотят его Единственный путь получить это терпение и самообладание Это в сотнях таких трудностей, которые происходят каждый день дома И нужно сделать две вещи Нужно понять две вещи Первое – дети не должны быть терпеливыми Они не должны быть добрыми и сохранять самообладание Они не должны делиться и не должны вас слушаться Они скорее должны учиться быть терпеливыми и добрыми И учиться сохранять самообладание, учиться делиться Они должны учиться, как делиться именно в ежедневных трудностях дома Они учатся, а это значит, что мы должны быть готовы к тому, что они будут совершать ошибки И у них будет эта борьба, эти трудности И дома именно это место для тренировки Второе – если они все время учатся, то мы все время преподаем им урок Мы учим их тому, как быть терпеливым, даже когда нам прям хочется разозлиться Мы учим их этим вещам в этих трудностях, в ежедневной борьбе Они учатся тому, как отвечать в этих трудностях, исходя из того, как мы сами отвечаем на эти трудности Для этого мы должны не поддаваться искушению слишком бурно отреагировать Когда мы видим, что Маркос убегает с маффином Джорджа Но если мы ничего не сделаем, потому что они же просто учатся То Маркос будет думать, что так и надо поступать А Джордж будет думать, что нам все равно Мы не должны реагировать слишком бурно, но мы не должны и реагировать слишком мягко Чтобы отреагировать правильно, мы должны успокоиться, чтобы понять, как поступить Чтобы в следующий раз, когда такое случится, мы знали, как поступить В тот момент, когда мы злимся и мы расстроены, когда эмоции нас переполняют, нам очень важно думать Во-первых, что нужно сделать? Сделать глубокий вдох, произнести молитву «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй» Я должен сам успокоиться Ничего хорошего не случится, если мы злимся и эмоциональны Мы чувствуем внутренний огонь И мы чувствуем безысходность в этот момент Нам кажется, что мы должны сделать что-то прямо сейчас И нам нужно сосредоточиться на Христе в эти моменты и открыть наши сердца Святому Духу Нужно помнить, что Христос с нами в этом вечном огне В третьей главе книги пророка Даниила мы помним историю трех отроков в пещи огненной Царь бросил троих юношей в огонь И что же случилось? Царь увидел четырех мужчин в огне И они были абсолютно невредимыми К юношам присоединился Христос И юноши были сосредоточены на Христе И поэтому огонь не имел на них влияния И обратите внимание, что Христос не потушил пламя Мы знаем, что если бы он хотел бы, он бы мог в один момент погасить и заменить его на красивые цветы и на траву Но он этого не сделал Он позволил огню гореть Почему? Потому что это проявление его истинной власти над огнем Ему не нужно погашать огонь, потому что во Христе огонь не имеет воздействия на юноши Когда мы как родители, нам нужно сосредоточиться на Христе И нам нужно не погашать огонь, а сосредоточиться на Христе в эти моменты И тогда огонь перестает иметь влияние на нас Суть воспитания, будучи в огне, сосредоточиться на Христе Мы делаем глубокий вдох, произносим молитву И второй шаг Будьте рядом с ребенком и поговорите И с кем нужно быть рядом? Воспитание — это больше любовь к людям, нежели контроль над их поведением И до того, как мы что-то сделаем, нам нужно подойти к ребенку и быть рядом Очень просто отвлечься на плохое поведение и не увидеть человека за этим поведением Быть рядом — значит установить контакт с ребенком, прежде чем начать его исправлять Так что я пошел к Джорджу, который плакал Я ничего не сказал, потому что он был расстроен «Марк забрал мой маффин!» — кричал он Нет смысла говорить что-то, когда ребенок так расстроен Но есть смысл быть рядом Но это сложно Воспитание состоит в том, чтобы быть рядом в трудные моменты А не в том, чтобы эти трудности решать Не нужно решать проблемы Важен путь обучения и взрослению И дети — это не проблемы, которые нужно решать, а люди, которых нужно любить Третий шаг Назовите чувства «Джордж кричит, это был мой маффин, я этого ждал» Будьте внимательны, потому что если вы проявляете эмпатию и называете чувства, вы можете усилить внутреннее пламя Он говорит, Джордж закричал «Я догоню его, ты должен что-то сделать» И не важно, что случается, не важно, как сильно разгряется пламя, нужно быть рядом и называть чувства Мы можем встать на сторону чувства Джорджа, потому что мы понимаем, что он чувствует себя плохо И это любовь, как мы присоединяемся к нему в его борьбе Мы вместе с ним, и мы понимаем И он понимает, что нам не безразлично Мой внутренний огонь разрастается Когда я чувствую еще большую безысходность Я ничего не могу сделать, чтобы потушить его огонь Мы должны воспитывать в надежде Мы знаем, что это сложно, что пламя полыхает Но мы живем в надежде, что пламя закончится и не обожжет нас И наша любовь растет, когда мы идем сквозь пламя с верой Мы сосредотачиваемся на его чувствах, потому что мы участвуем во внутренней жизни ребенка Наша цель, чтобы ребенок достиг Святого Духа Это внутренний процесс роста и трансформации Мы пытаемся внимательно и осторожно обращаться с душами наших детей С чем бы они ни сталкивались Как говорит сестра Магдалина, сердце ребенка — это священное место, где он встречается с Богом Теперь четвертый шаг Назовите его борьбу вслух Это больно, когда кто-то забирает нашу еду Это трудно, когда с нами так обращаются, я говорю, Джорджа В чем борьба Джорджа? Он живет в мире, где люди плохо поступают с ним Это очень болезненный опыт Конечно, Джордж неправильно поступил, потому что ответил Маркосу тем же Он на самом деле забирает еду Маркоса, спорит с Маркосом, с ним дерется и делает ему больно Но он об этом сейчас не думает Он думает о том, как бы наказать Маркоса за его проступки Если я хочу научить Джорджа относиться к другим с добротой и уважением Надо назвать его борьбу Это позволит ему понять, что чувствуют другие, когда он сам так же поступает с ним Озвучивание вслух борьбы не облегчает ситуацию, не помогает Джорджу выйти из огня Это помогает ему видеть и понимать путь жизни и любви И ощущать рост Трудно быть в отношениях с людьми Я хочу, чтобы Джордж понимал это и знал, как реагировать С милосердием и прощением Слова, которые я в эти моменты использую, помогут Джорджу понять путь жизни То есть мы называем вслух Пятый шаг Установите пределы поведения Я понимаю, что Джордж чувствует, но это не значит, что я согласен с его поведением Джордж может чувствовать все, что угодно И я могу присоединиться к нему в этой борьбе Но он не может поступать так, как хочет И я должен проявить строгость в отношении поведения Возможно, нам покажется проще проигнорировать чувства ребенка И проявить строгость в отношении поведения Или быть очень внимательным к чувствам, но не проявить строгости к поведению Но правильно было бы с большим вниманием и заботой отнестись к чувствам ребенка И быть очень строгим с поведением ребенка Это показывает Джорджу, что я на его стороне И что он не может поступать в порыве мести А что же касается Маркоса? После того, как я поговорил с Джорджем, я иду к Маркоса И что же я делаю? То же самое Произношу молитву Подхожу и говорю с ним Маркос, что происходит? И я говорю спокойно, уверенно Если я буду атаковать Маркоса со злостью, я получу от него такую же реакцию Это защитное поведение Я этого не хочу Я хочу, чтобы Маркос видел, что он сделал Чтобы он признал, что он совершил ошибку Чтобы он взял на себя ответственность за то, что он сделал Для этого я с ним рядом, без агрессии Я называю его чувством Ты правда так хотел этот маффин? И он говорит Да Было трудно себя контролировать? Маркоса не нужно ругать или критиковать За то, что он подался соблазну Он должен признать то, что случилось Научился, как преуспевать в жизни и в отношениях И как следовать за Христом Маркос опустил голову Он понял, что он сделал Я сказал ему, попроси прощения у Джорджа И он молча пошел обратно к Джорджу Если бы он отрицал, что поступил неправильно Я бы сам поступил точно так же Маркос вернулся в дом и сказал Прости меня, Джордж, за то, что я взял твой маффин Что вы думаете? Что сделал Джордж, когда Маркос попросил прощения? У меня мало времени Поэтому я просто скажу, что он отреагировал как десятилетний Я тебя не прощаю И он посмотрел на меня и сказал Ты должен что-то сделать И что же я сделал? Я повторил те же самые шаги Вдох, молитва, быть рядом, проявить эмпатию Назвать вслух борьбу И провести границы поведения Я знаю, ты расстроен, Джордж Но в этом доме мы прощаем Мне кажется, что я ничего не сделал Я не решил проблему И можно почувствовать безысходность Потому что они все равно будут бороться Будут неправильно поступать И это может спровоцировать нас на реакцию И поэтому Джордж сказал Ты ничего не сделал Ты ничего не делаешь Маркос все равно получит свое наказание Может быть, он застилит постель за Джорджа Потому что это часть учения Но на него не надо кричать И Джордж не упомянул, что он так же поступает со своим братом Теперь мой последний комментарий Я поделился с вами этой ситуацией Чтобы мы понимали, что случается с нашими детьми внутренне Когда они плохо поступают Вся эта ситуация продлилась всего несколько минут Мы не сеяли, не обсуждали У меня нет на это времени И эти ситуации происходят постоянно В реальности у нас всего несколько мгновений, чтобы ответить Но у нас есть выбор, как у родителей В эти моменты Либо отреагировать со злости Либо успокоиться, вдохнуть, помолиться Быть рядом, проявить эмпатию Называть слух эту борьбу И ограничить поведение Иногда у меня есть время Только на пару шагов Из этих всех, которые я назвал Потому что мы в этот момент убегаем куда-то В этой ситуации может показаться, что я ничего не сделал Но плюс в том Что такие ситуации происходят постоянно У нас сотни таких ситуаций Каждый день, каждую неделю Каждый месяц и каждый год И они учатся в этой борьбе Они не будут помнить Вот эти конкретные моменты, которые произошли Но если мы будем реагировать бурно То они будут помнить Как мы сами отреагировали Мы надеемся, что что-то получится Из этих трудностей Это подобно тому, как создаются прекрасные полотна импрессионистов Или каменные скульптуры Это сотни мелких мазков Или мелкие каменные осколки Каждый из них кажется очень маленьким И незначительным Но когда их сотни Получается шедевр Послание к римлянам А надежды не постижать Потому что любовь Божья Излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам В трудностях и борьбе Ижедневной жизни Нам следует сосредоточиться на Христе В надежде Несмотря на то, что мы чувствуем Что мы ничего не делаем И мы делаем это в надежде Что в течение тех лет Которые мы проведем с нашими детьми Господь будет трудиться над их сердцами Чтобы через 18 лет Этих мелких ситуаций Он создал шедевр Спасибо большое, Филипп Я думаю, у нас будут вопросы Я надеюсь на это Да Мы с женой У нас есть недопонимание Например, касательно Как наказывать детей Но моя жена должна действовать Так, как я скажу Но что касается других людей Люди должны делать две вещи Это хорошо для детей Что у них два родителя С двумя разными методами И это плюс для брака Если вы вдвоем Спокойно Разработаете вместе план Мы не можем оттолкнуть своего супруга Или навязать свое мнение Мы не можем заставить супруга делать то, что мы хотим Но эти различия – это хорошо И эти маленькие конфликты Это плюс в браке Чтобы спокойно подумать Не можешь отреагировать правильно Знаешь, но не можешь Можно просить еще раз задать вопрос? Одну секундочку Что делать, если я чувствую опустошение? Уже нет сил Но при этом голова понимает, как соображать Но чувство сильнее, чем голова, скажем так Если Я знаю, что делать, но я не могу Я настолько опустошен этими ситуациями Как в таких ситуациях поступать? Можно повторить первую часть вопроса? Можете повторить первую часть вопроса? Как мы должны поступать, когда мы знаем, как надо поступить? Но мы не можем Первое – нужно признать это Признайте Второе – нужно поделиться своей борьбой с кем-то другим Потому что в зависимости от того, что мы верим Относительно Святого Духа и Бога Это борьба, своего рода приглашение к тому, чтобы расти в любви Это, например, вы говорите Я вижу 200 тонн, и я не могу поднять 200 тонн Ответ на это Вы берете 50 килограмм и тренируете поднимать 50 килограмм Так что, во-первых, нужно взять на себя ответственность Я хочу это сделать, но не могу Второе – поделись с кем-нибудь Что значит «я не могу»? Правда? Может ли такое быть? Если вы можете поделиться этой борьбой Мы начинаем учиться Может быть, я могу, но я не хочу И вы должны это понимать и в этом расти Я спрашиваю Маркоса «Ты не можешь взять маффин?» И он говорит «Я знаю, что я не должен, но я не могу себя контролировать» И я говорю «Нет, это не нормально, ты должен себя контролировать» И он говорит «Я понимаю» Это борьба, через которую мы растем Могу ли я задать вопрос? У вас семеро детей Мы все знаем, что важно проводить время с семьей Со всей семьей Не только отец с детьми, но и отец с матерью И дети с матерью У нас много дел Мы часто работаем по выходным В какой мере нужно предпринимать вещи со всей семьей? Сколько времени нужно на это тратить? А как много надо тренироваться? В какой мере нужно есть здоровую пищу? Чем лучше у вас ритм семьи Тем лучше у вас детей будет все происходить Им нужно немного, но нужно регулярно Я пытаюсь каждый вечер ужинать с ними вместе Когда они вырастают Может быть, я буду с ними ужинать только раз в неделю Чем больше обращать внимание на своих детей Тем лучше у них все получается Мы с ними проводим вместе времени Мы делаем разные занятия Кто-то убирается Не важно, как родители, как отец присутствовать Если я дома, действительно присутствовать дома Они не нуждаются во всем моем времени Но они нуждаются в том, чтобы когда я дома Я действительно присутствую И чем больше мы действительно присутствуем, тем лучше И чем больше мы проводим с ними время, тем лучше Я в Эстонии, и мои дети в Америке Я не могу быть с ними каждый день Они у меня все в телефоне Я им пишу сообщения И через день я напоминаю себе Напиши тому, напиши тому Многие из них учатся в университете И я приезжаю домой и думаю А с ними я уже общался Как давно я с ними общался? Когда они были маленькими Я гораздо больше времени проводил дома А теперь они вылетели из гнезда И теперь моя ответственность в том, чтобы быть рядом И сохранять с ними связь Так что, во-первых, моя жена Во-вторых, мои дети Когда я хожу в магазин Я беру одного с собой Когда я делаю что-то другое Я беру другого ребенка с собой Конечно, дети с детьми Всегда будут трудности И у каждого ребенка эти трудности разные Например, у средних детей Часто им сложно Потому что внимание уделяется Старшим и младшим А средним меньше Поэтому я пытаюсь Больше всего уделять внимание Средним детям Теперь у нас осталось время На один короткий вопрос И ответ Спасибо вам большое Спасибо большое За вашу речь Очень близко то, что вы говорите У меня есть вопрос У меня два мальчика Два сына Девять-десять лет Абсолютно полностью 24 часа мы проводим Время вместе Бабушек, дедушек Они видят очень редко Поскольку находятся далеко Это к тому, что Контакт очень тесный У меня вопрос Ваши дети, мальчики Дерутся или нет Дело в том, что До сегодняшнего дня Мы обходились Контактными играми Я начала наблюдать Что в контактных играх Они начинают нащупывать границы Вернее, их переходить Искать ту грань, где больно Хотя на протяжении всей жизни Объяснялось, что друг другу Больно делать нельзя И мы обходились всегда Этими беседами Очень С пониманием Понятно Мне интересно Если происходят Между вашими сыновьями Контактные игры И бывают ли драки Как вы разговариваете Что вы объясняете И позволяете ли вы драться Спасибо Мои дети постоянно дерутся Это первое Второе Они играют в очень жестокие игры Идти игры очень жестокие И как отец Это хорошо Когда я позволяю им играть В эти жестокие игры Потому что Даже они играют в эти игры Потому что есть правила Нельзя ударять Нельзя кусать Поэтому Правила Это важно Я хочу, чтобы они этому учились Следующее Оставайтесь на этом пути Следующее Они очень много времени Проводят вместе И они устают друг от друга Поэтому я пытаюсь Чтобы у них Была возможность Проводить время отдельно Один уходит Второй остается Это путь Именно вот так нужно делать И я, конечно, схожу с ума От этого Я не могу быть терпеливым Я пишу книгу О воспитании Поэтому нужно читать Последние главы книги Когда мы говорим о Раскальне Спасибо большое Прекрасный ответ Спасибо за субтитры подогнал «Симон» Спасибо за субтитры подогнал «Симон» Спасибо за субтитры подогнал «Симон»